Здравствуйте. Здравствуйте, Андрей. Здравствуйте, студия. Итак, известно, что участились попытки российских ДРГ прорваться через границу нашей страны, в частности в Черниговской и Сумской областях. С какой целью они действуют? Какими группами заходят? Переодеваются ли формы украинских военных? Какова тактика? Ну, собственно, вы правы. Мы фиксируем, что страна-агрессор пытается использовать ДРГ на участке с границей с нашей страной. Такие факты мы фиксировали за последнее время на Черниговском направлении, а также на Сумском. Раньше также фиксировалось использование ДРГ по Харьковскому направлению, но за последнее время практически этого не происходит со стороны России. В то же время те группы, которые использовала Россия на Сумщине и на Черниговщине, это небольшие группы около 5-10 человек, которые пытались зайти на нашу территорию. Но могу сразу сказать, что наши украинские защитники, в том числе и из подразделений Госпогранслужбы, выявляли их, по ним сразу открывается огонь, и они в дальнейшем отходят за линию нашей границы. Основная цель ДРГ – это в первую очередь выявить места, где размещаются силы обороны Украины, для того, чтобы в дальнейшем наносить удары с использованием уже различного вооружения, ну и, собственно, проводить диверсионные действия, потому что мы также видим, что заход ДРГ в дальнейшем на этом направлении могут быть заминированы местности, они устанавливают и различные взрывные устройства, но, к сожалению, также работа ДРГ направлена и против мирного населения, потому что, в частности, по сумском направлении, во время работы одной из ДРГ противника, она открыла огонь по мирным людям, которые перемещались полевыми дорогами, которые ведут вдоль границ. То есть, скажите, вот эти обстрелы, и известно, что полтысячи обстрелов с августа зафиксировали наши пограничники с территории России, скажите, эти обстрелы целенаправленно по жилым давам, инфраструктуре или вот так вот в разнобой, так сказать, чтобы просто терроризировать, пугать людей? Ну, во-первых, хочу сказать, что такие обстрелы Россия осуществляет ежедневно. И если говорить по состоянию на сегодня, то таких обстрелов нашими пограничными нарядами было уже зафиксировано более 600. И, собственно, большинство из них приходится именно по населенным пунктам, по мирным людям. Конечно, они хотят попасть и по силам обороны, по местам дислоцирования подразделений, но все же большинство обстрелов, которые осуществляет страна-агрессор, приходится по мирным людям, в результате чего уничтожаются дома. К сожалению, есть и гибель, а также ранение мирных людей от таких действий России. Андрей, вот сейчас мы частоту обстрелов со стороны территории, со стороны террориста обсудили, а все-таки я хотел вернуться к чистоте попыток прорвать, перейти нашу границу вражеских ДРГ. Как часто осуществляются такие попытки? И, кстати, наблюдается ли такая активность со стороны Беларуси? Ну, собственно, если говорить про чистоту работы ДРГ, то это делается не ежедневно. Соответственно, они в любом случае готовятся к тому, чтобы использовать ДРГ противника. И сказать, что это очень часто будет неправильным, но тем не менее, все же с некоторой периодичностью враг пытается использовать диверсантов на направлениях, и как я говорил, это особенно за последнее время на направлении Сумской области, а также Черниговской. Если же рассматривать этот вопрос на границе с Беларусью, то фактически там ситуация остается полностью контролированной силами обороны, и мы не фиксируем никаких действий, которые бы могли осуществляться с той стороны по направлению нашей границы, в том числе и мы не фиксировали работы диверсионно-разведывательных групп. Ясно, спасибо. Так, новость последних дней, то, что пункт пропуска Колотиловка, это Белгородская область России, и Покровка, Сумская область Украины, возобновил свою работу 5 августа. Скажите, много ли людей, которых вывезли в Россию с временно оккупированных территорий, возвращаются домой, и как ведут себя пограничники с той стороны, не препятствуют ли украинцам? Ну, собственно, в этом направлении надо рассматривать вопрос так, как он есть. В первую очередь, все пункты пропуска на границе с Россией и на границе с Белоруссией, решением правительства Украины, они закрыты еще с начала полномасштабной войны. В то же время Украина в целом делает все возможное для того, чтобы граждане нашей страны имели возможность вернуться домой. И могу сказать, что как на направлении Сумской области, так и на других направлениях, все граждане Украины, которые прибудут к украинской территории, к нашей границе, не будут пропущены на территорию Украины, и пограничники обеспечат им всю возможную помощь для того, чтобы в дальнейшем также доставить в места, где они будут в безопасности. Если же, опять же, смотреть на Сумское направление, люди и раньше там прибывали к украинской границе, и могу зазначить, что это касается исключительно граждан Украины, которые возвращаются домой через войну, которую развязала Россия, и они были вынуждены выехать на территорию России, или же они выезжают с оккупированных территорий, потому что другой возможности вернуться в Украину у них нет. Всего, если же рассматривать с 24 февраля прошлого года, через эти направления, скажу сразу, что это через все направления, и на границе с Россией, и на границе с Беларусью, домой вернулось больше 19 тысяч людей, и пограничники никому не отказали в пересечении границы. Даже если наши граждане не имеют всех необходимых документов, которые регламентируют законодательство, нужно иметь для пересечения границы, они все равно будут пропущены на территорию Украины. Любой документ, который идентифицирует личности как гражданина Украины, других пропускных операций в направлении России, или Беларуси, или для граждан других стран, на нашей границе не осуществляется. Поэтому, опять же, если говорить про направление пункта пропуска Покровка, как я и сказал, раньше люди тоже там пересекали границу на вход в Украину. В то же время, в конце июля мы зафиксировали, что российская сторона прекратила пропуск, и некоторое время люди не пересекали границу, не пребывали на украинскую территорию. Но в эти выходные, опять же, мы увидели, что люди прибывают, то есть та сторона все-таки опять дала разрешение людям пересекать границу на этом направлении. Ну и, собственно, хочу сказать, что все-таки нашим гражданам нужно иметь какие-то документы, которые бы идентифицировали их личность для прохождения контроля, собственно, с той стороны, и чтобы у них не возникло никаких проблем, когда они будут еще на российской стороне. Да. Спасибо. И теперь хотел бы о провокациях оккупантов поговорить. Значит, вооруженные силы Украины из советских танков Т-72 якобы обстреляли Белгородскую область, сообщили, да, РосСМИ. По информации пропагандистов, инцидент якобы произошел еще 6 августа. Силы обороны якобы намеренно обстреляли пограничное село Муром из Чугуевского района Харьковской области. Что вам известно об этой информационной провокации россиян-террористов? Ну, нужно понимать, что Россия постоянно нагнетает ситуацию, что якобы Украина несет угрозу, делает обстрелы их территории, но это не так. Украина исключительно обороняется, и нам не нужны чужие территории, в том числе обстреливать территории, как вы сказали, с танков. Поэтому это все провокация, информационная война для того, чтобы, опять же, перекинуть ответственность на Украину, хотя мы видим, что страной-агрессором выступает исключительно Россия. Еще ОДРГ хотел вот что спросить. Известно, что добровольцам, вступившим в территориальную самооборону Белгородской области, граничащей с Украиной, выдали автоматы, противодроновые ружья, автомобили УАЗ. В этой ТРО сейчас числится около трех тысяч человек. Скажите, есть ли вероятность, что их могут использовать в качестве ДРГ? Или, может быть, это просто попытка власти создать иллюзию, что граница России теперь надежно защищена такими оборонцами? Ну, опять же, создать иллюзию, что Украина – это враг, что нужно обороняться. А по поводу создания из этих людей диверсионно-развивательной группы, я сомневаюсь в этом, потому что в любом случае диверсанты – это хорошо подготовленные люди, которые имеют уже боевой опыт для того, чтобы проводить диверсионную работу. Да. Ну и, кстати, территорию Белгородской области облюбовали тикток войска Ахмат для съемки своих постановочных видео. Кадыров опубликовал видео, на котором, как он утверждает, «Запад Ахмат» совместно с МВД, вот сейчас мы видим эти кадры, якобы доносит упреждающий удар по украинским позициям в селе в Харьковской области. Однако, правда становится понятно, аналитики из группы «Осинт» выяснили, настоящее место проведения так называемых боев. Оказалось, кадыровцы расстреляли не позиции украинских войск, а обычный куст, который, судя по карте, расположен на территории Белгородской области России, за два километра от нашей границы. Вы, вероятно, слышали, Андрей, об этой истории и можете подтвердить, что никакой атаки не было? Ну, собственно, кроме обстрелов, которые Россия производит из тяжелого вооружения по территории Украины, других, скажем так, действий мы не фиксировали. Ну и, собственно, работают также ДРГ. Поэтому, если характеризовать это видео, которое распространили кадыровцы, то мы четко понимаем, что они тикток-войска, которые снимают видео для такого поднесения своего, возможно, боевого духа и показать людям картинку в кавычках, что они воюют и они делают какие-то результаты. Это уже не единожды все видели, как кадыровцы воюют именно в тиктоке, но не в реальной жизни. Да, масса фактов в этом. Еще об успехах наших пограничников. Столевый кордон приземлил новейший российский беспилотник «Элерон Т-16». Избили его с помощью антидронового ружья. Случилось это на Харьковском направлении. Вот сейчас мы показываем видео этого аналогов нет дрона. Насколько мы понимаем, такой БПЛА удалось приземлить впервые, Андрей? Расскажите, что это за аппарат, для чего использует его армия России? Во-первых, скажу, что наш столовый кордон из гвардии наступления, он уже активно выполняет задачи на Востоке, в том числе и в Харьковской области. И, собственно, для наших подразделений, вот этот БПЛА врага «Элерон Т-16», это впервые удалось выявить его, а также, собственно, и приземлить. По нашей информации, этот беспилотник разрабатывался для ведения разведки, для того, чтобы наводить артиллерию, и, собственно, он также может нести некоторую нагрузку в виде боеприпасов, которые сбрасывать против врага, в данном случае на позиции украинских защитников. Но любых, скажем так, веществ, которые могли нанести удар по нашим защитникам, не было. Тем не менее, для изучения в дальнейшем этого беспилотника он был передан в соответствующие органы. Я думаю, они дадут оценку эффективности этого беспилотника, который использует Россия. Да, очень важный трофей. Ну, а вообще, расскажите об таком антидроновом расчете пограничников. Ведь это же не первый такой трофей. Вот вблизи Авдеевки тоже пограничники приземлили разведывательный беспилотник оккупантов. Можете рассказать о работе вот таких антидроновых подразделений и как давно охотники на дроны появились в погранвойсках? Ну, вообще, если говорить о госпогранслужбе, то война внесла свои коррективы в наши подразделения. И, собственно, теперь мы используем различные вооружения, беспилотники, а также имеем и подразделения, которые противодействуют беспилотникам врага. И это касается и Столевого кордона, и других подразделений госпогранслужбы, которые выполняют задачи на линии боевых действий. И это важно, потому что мы понимаем, что враг использует большое количество беспилотников, разные модификации, в том числе и ударные, и этому нужно противодействовать. Поэтому у нас подготовлены как раз группы, которые занимаются противодействием беспилотникам, которые имеют антидроновые оружия или другие средства подавления работы беспилотников. И это происходит, собственно, и по линии, где ведутся боевые действия, а также и активно мы используем эти все средства на границе со страной-агрессором. Да. И еще об успехе наших пограничников известно, что во время воздушной разведки на Харьковском направлении военнослужащие 15-го мобильного пограничного отряда обнаружили и уничтожили российский комплекс видеотепловизионного наблюдения «Муром-М». Чем он ценен для врага? Расскажите. Сейчас тоже видим кадры этой спецоперации. Ну, собственно, это, опять же, результат нашего столового кордона, который на своем вооружении, имея ударный беспилотник, сначала выявили комплекс видеотепловизионного наблюдения врага. Такие комплексы Россия использует на некотором отдалении от линии Дивидуца боевые действия. И, собственно, за 10 километров с помощью такого комплекса враг может выявлять человека. Также используются теплоризационные направления для того, чтобы выявлять и технику. И, собственно, его уничтожение способствует выполнению нами задач, потому что враг не сможет вести наблюдение за выполнением задач нашими защитниками. Что ж, спасибо нашим защитникам, спасибо нашим пограничникам. Спасибо вам, Андрей, за эту беседу. Напоминаю, Андрей Демченко был в нашем эфире, спикер Государственной пограничной службы.